Существует ли эмоциональная связь между скаковой лошадью и её наездником? Для Алены Шкуро такой вопрос уже давно не стоит. Со своим верным другом Бахатом у неё очень тонкая, но прочная связь. Они скучают друг от друга в разлуке и с трудом расстаются после каждой встречи. Вот и сейчас Бахат ластится к ней, как котёнок, всячески выражая свою любовь и привязанность. Характер у каждой лошади свой. Я на разных, на многих лошадях была. Но вот Бахат, мне кажется, он самый лучший для меня. В семье Алены с пониманием относятся к стремлению дочери как можно больше времени проводить со своим другом. Они приходят на все соревнования, чтобы поддержать её, да и сами не упускают возможности покататься на Бахате. Вот и сегодня родители и маленький брат Алены рядом с нею. Получается, что между лошадью и ребёнком образуется взаимосвязь такая тесная, чтобы они могли на поле уже быть как единым целым организмом и слаженно работать, чтобы они понимали друг друга. Мне кажется, для ребёнка это много значит, что реализовать себя как, в первую очередь, это любовь к животным. И с другой стороны, что ребёнок за что-то отвечает, он идёт к какой-то цели. Кстати, подобные конкурсы в Республиканской конно-спортивной школе давно уже стали доброй традицией. Вот только в преддверии Нового года соревнования прошли в необычном костюмированном формате. Алена, к примеру, была одета Малефисентой и стала победительницей в номинации «Лучший костюм». Корцевали на конях и другие персонажи – призраки, феи, покемоны. Ну и, конечно, традиционный джигит, который по итогам года показал лучшие результаты среди всех воспитанников конной школы. Я занимаюсь четвёртый год конным спортом. Моя лошадь зовут Юпитер. Она очень хорошая и добрая. И в нужный момент она может выручить меня. Спортсмены готовились к костюмированному конкурсу долго и тщательно. Кто-то делал костюмы сам, кто-то брал в прокате. Лучшие результаты на дистанции показала Лилия Тимижева, которая конным спортом занимается уже семь лет и не представляет свою жизнь без лошади. Меня привела сюда мама. Она в детстве тоже занималась спортом, очень любит лошадей. И эта любовь передалась от неё мне. Я не могу представить свою жизнь без лошадей. Конечно, соревновательный дух на турнире присутствует. Но главенствует всё-таки олимпийский принцип, когда главное не победа, а участие. Тем более, когда все участники конкурса выступают в таких ярких и красочных костюмах. Фаина Куршева, Назир Капушев, Архиз, 24.